Глава Ха-Ей Сара Мою Ха-Ей Сара Была жизнь Сары Мои годы жизни Мои ошона 100 лет В эстрим шона 20 лет В шево шоним и 7 лет Шней Ха-Ей Сара Годы жизни Сары Интересно Раша тут пишет Шней Ха-Ей Сара Годы жизни Сары Кулам шавим латова Все были равны к добру Можно понять слова Раши Что она все годы прожила По хорошей дороге Как-то слышится слова Раши Что все были в нее добрые годы Хорошие годы Задается вопрос У Сары все годы были Такие все приятно в жизни До 90 лет Она была бездетной Кто кто знает что значит для женщины Быть бездетной это поймет Да и кроме того Она все время была с Авраамом И нелегко трудилась Все время гости Могут прийти раньше позже Открытый дом Как говорят Живет как Живет как Всю жизнь Как на вокзале Все время люди Могут прийти Да и разные неприятности В жизни О том что была До 90 лет без детей Я уже сказал Ну а то что ее взяли К фараону То что вдруг взяли Нельзя сказать Что у Сары в жизни Все было гладко Что же значит Все годы были хорошими Есть то что Бог посылает А есть отношение человека К тому что с ним происходит Говорят от имени Хазуниша так Что с человеком произойдет Это приговор с небес Бог так решает А вот как человек Будет к этому относиться Это уже выбор Папа застал Любил об этом рассказывать Когда-то папа был Мама ведь застал И за Мама застал Работала субботой Еще ватмир И папа был с ней вместе В субботу Еще На кухне вишеватмир На кухне Мама работала там на кухне И папа там тоже был Так папа любил рассказывать Что он видел там Двух женщин Обе русскоговорящие Они обе Работали на кухне Но их отношение к работе Было совсем другое Одна женщина говорила Работы много Денег мало Другая говорила так Я же Когда-то работал В ресторанах Каких-то Пустых гуляк Помогать Нечестных людей А тут я работаю С благородными людьми Помогаю Духовных Духовным людям Помогают Дать есть Вообще-то я бы И не брал денег Но Мне же нужно На жизнь Так это Чувствовала Тебя несчастной А это Была рада То, что она делает Так это Говорят От имени Хазан Иша Что небеса решают Это Что произойдет С человеком От Бога А ее отношения Это его выбор Был человек Ревенкер и Галинский Прочем он прошел Прошел советские лагеря Он и сам родился В Польше И он даже Был В комнате Смертников Он открыл Там Подпольные Талмутура Где учили И Его поймали Там еще Была история С карточками Откуда у тебя Карточки Как Что Короче Его приговорили К смерти Он был В камере Смертников Там был Один Поп Ему сказал Смотри Наверное Ты отсюда Будешь живым Единственным А откуда ты Это берешь Говорит Смотри И всех Людей Кто тут Я вижу Ты единственный Который Полагается На Бога То есть Он Ел Когда надо было Есть Даже Попросил С камеры Смертников Есть право Просить Более лучшую Пищу Он попросил Все На него Смотрели Как на сумасшедшего Молился Когда надо было Молиться Учился По своей возможности То что он Знал И помнил И Жил Такой Обычная жизнь Целая история Как Его оттуда Вытащили Это отдельная тема Но он там Жил Как говорится Как Спокойно Так вопрос Вопрос жизни Как мы относимся К тому Что с нами происходит Так Сама Ко всему Относилась С хорошим настроением Что она делает Добрые дела И она Жена Авраама Помогает В великом деле Приближала женщин Ватом Сора Умерла Сара В кирьяс Арба И хеврон Хеврон Берец Кноан Вайовы Авраам Пришел Авраам Лиспил Сора В кейс Опакивает Сара Вайоком Авраам Мяупный Месси Стал Авраам От своего Умершего Поднялся Вайдабр Говорил Там Там Жили Из Семи Народов Хананейских Были Хитим Он Скал Так Я Пришелец Но я Поселился С вами Дайте мне Наследство Магир С вами Я Похраню Умершего От меня Вайянов Нахес Савраам Гейм Знав Яхес Ему Сказали Ты Нет Шмой Наде Неслушай Нас Господин Наш Ты Не Просто Пришелец Ты Неси Эргим Ато Бесех Ты Божественный Князь Среди Нас Бем Мив Хак Вор И В избранных Местах Магир Квер Месех Похранить Твоего Умершего Ишми Мену Человек От нас Эскивр Свою Собственную Могилу Гей Йиха Мимхо Не Воздержит От себя Миквям Исехо Похранить Твоего Умершего Что значит Свою Могилу Они Выкапывали В пещерах Для Семьи Места Для Погребения Каждый Даже Могилу Которую Он Приготовил Для Себя Не Воздержит Майоком Народу Земли Видите Надо Учиться Правила Поведения Кто Авраам А кто Сын Но Авраам Нуждается В них Он Кланяется Перед Ним Говорил С ними Говоря Если Есть У вас Желание Похранить Моего Умершего От Меня Шмолни Послушайте Меня Уфигули Попросите За Меня Бэфрейм Бен Цехар Эфрана Бен Цехар Видите Ли Он Даст Мне Эсмор Асамахпил Двойную Пещеру Ашалы Которую У него Ашабикцей Содею Это В краю Его Поля Другими Словами То Что Мне Это Даст Точнее Продаст Это Пещеру Не Помешает Ему Нормально Пользоваться Полем Она В краю Поля За полные Деньги Есть Интересный Кусочек Взоры Что Авраам Когда он Гнался За бараном Принесли Его в жертву И он Короче Он попал И он Видел Попал В эту Пещеру И Увидел Увидел Оттуда Особый Свет Там Был Похоронен Адам Ихава И он Понял Что Это Место Для Могилы Для Его Семьи 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 Пещеры Которые В нем Я Тебе Даю Я Даю Тебе Подарок Перед Глазами Сыновей Моего Народа Я Тебе Дал Похорони Твоего Умершего Ваиштаху Авраам Поклонился Авраам Лифне Аморет Перед Народом Земли Войда Значит Авраам Хочет Заплатить А Авраам Хочет Дать Бесплатно Мы сейчас еще увидим Насколько он это хочет Войда Бера Гефрейм Бозный Аморет Геймар А Между прочим Это очень любопытно Авраам Просит Пищор А Эфрейм Что говорит Я тебе дам Поле Плюс Пищор Авраам Просит Только Пищор Сейчас Сейчас Увидим Что это значит Войда Бера Гефрейм Герюков Грону Бозный Аморет В ушах Народа Земли Геймар Говорит Ах Только Им А то Гушмаин Если Ты меня Послушаешь Носатый Кесов Асоды Я дал Деньги За Поле Ках Возьми У меня Я похороню Моего Умер Чтобы Оттуда Ваяна Фрейна Ответила Фрейна Савром Гимал Геймар Иска Говоря Ему Адени Шмаин Господи Мой Послушай Меня Эра Цаба Мэй Шеков Кесов Земля Которая Стоит Четыреста Серебряных Шкалин Бенью Винхо Мэй Между мной Тобой Между такими Друзьями Как мы С тобой Мэй Что это Такое Вэй Мэй Сху Квер Ад Умер Шла Пахарани То есть Бесплатно Ва Иш Мээвром Лефрэн Послушай Авраом Лефрэна Ва Ишки Авраом Лефрэн Ответил Авраом Лефрэн Эса Кесов То То Серебро Ашэр Дибрэн Говорил Боз Невны Хейс Бошах Санави Хейс Аба Мэй Шеков 400 серебряных шкалин и велосипедов, которые идут у купца, когда-то же были монеты серебряные или золотые, так были иногда потертые, это раз, во-вторых, был шекел в этом месте, в этом месте, как сейчас есть доллар американский, доллар канадский, он дал ему такое, которое в каждом месте хорошо, если уж давай, то это же потертый. Можно задать вопрос, что значит Авром послушал Эфрона? Эфрон же сказал бесплатно, Аврон дал ему деньги, как это? Что послушал Эфрона, он сделал наоборот, говоря так, он услышал Эфрона, он услышал, что тот имеет в виду. Ражбам говорит три слова, дай рахакиме беремиза, умному достаточно намека, он не попросил деньги, он всего-навсего сказал, земля, которая стоит 400 монет между мной и тобой. Смысл был такой, смысл был такой, Эфрон вообще не собирался дать бесплатно, то есть, не знаю, может быть, могло бы так выйти, но он думал так, если он только будет речь идти о пещере, скажите, сколько можно просить за пещеру? Копейки. А вот за поле можно попросить серьезные деньги. И не попросить. Авром такой человек, что ты ему только намекнил, что он уже вынет деньги из кармана и заплатит. Такие запись еще, сколько можно просить? Копейки. А за поле это уже что-то серьезное. И Эфрон понял, что он играет, как говорят, в беспроигрышную игру. Авраам такой человек, малейшего намека, намек ты ему скажешь, он вынет деньги из кармана. Авраам был рад заплатить. Почему? Вы знаете, что подарок, это непросто. Во-первых, Авраам должен был быть им вечно должником и доупоконнику. Зачем Аврааму, который распространял веру в единого Бога, быть должником и доупоконника Эфрон? Зачем ему это надо? Это раз. Во-вторых, если дали бесплатно, то знаете, что потом может произойти? Послушайте. Я тебе действительно дал это место, но я думал, что ты будешь вести себя как человек. А как ты себя сейчас ведешь? Бывает такое? Так как для Авраама, если он платит деньги, и еще лучше большие деньги, то это гарантирует сделку. Потому что если Авраам скажет, а может быть разорвем сделку, Авраам ему скажет, послушай. Знаешь, что, прежде всего принеси деньги, положи на стол, а потом будем разбирать. А Эфрон никогда этого не сделает на большую сумму. Это Авраам знал гарантированно. Интересно. Повсюду Эфрон написано с вавом. А тут без вава. Почему? Он был, как говорится, полным. С вавом это полноценный, полный и полноценный. А без вава это что-то ему не хватает. Так, как говорят так, кошелек Эфрона наполнился, стал полным, а сам Эфрон стал маленьким. Он говорил много, а сделать ничего не сделал. Рассказывает, про раввина из Бриска, как это он должен, он должен был делать чебо-проход, не знаю, сыну, дочке. И он делал это в гостинице в Акшо, в Мунайваке. Платил раввина из Бриска, сколько надо заплатить. И хозяин гостиницы ему ответил, то, что раввин, такой уважаемый раввин, раввин из Бриска делает у меня, это мне, как сказать, это мне как оплата. Раввин из Бриска ответил так. Платить надо всегда. Самое дешевое, деньгами. Самое дешевое, заплатить деньгами. Ваёком, встал из Ди Эфрин, поле Эфрин, ашабамахпейро, ашабабрифней мамри, ассоды поле вам, ору ашабей, пищоры, которые в нем, бихороится, ашабабасоды, все деревья, что в поле, ашабы хоргву, и сувив, во всей границе вокруг. Гавром, микно, продано на аврому, рейней, перед глазами в Нейхейс, михеу бои шарира, и все, что приходят в ворота его города. Интересно, Тора уделяет такое внимание этому. Видно, что важно, где человек похоронен, и то, что Авраам, царь, и Авраам, и потом, все наши праотцы, и праматери, кроме Рахели, были там похоронены. Именно в этом месте, это важно. И место похоронения человека, это важно. Тора уделяет этому целую главу. То есть, это кусочки, имею в виду, 20 предложений. Потом, когда Авраам похоронил, сару свою жену, то есть, только после того, как он заплатил. Это тоже правило. Если хотят что-то приобрести, местные могилы, надо договориться с хозяевами кладбища, договориться об оплате, и потом можно похоронить, потому что быть похороненным не на своем месте, это плохо. Поецет архин, ково Авраам, Авраам похоронил, ассора, ищите уморос, пищорас, дия махпил, ау пневмамбри, и хабри, и бэрэск, но. Ваёком, стал ассо, деполем, амарош, абэй, пищори, катарэ, бням, авраам, ахузас, ково, анаслитцу, для макгиры, мейзны, хейз, ассенавихет. Следующая глава, шатбудит, авраамы, ицрака. Ваавраам, зокен, авраам состарел, собор, байом, и пришел, пошел в дни, то есть, пришел, много дней, вадиной, бэйрахас, авраам, бакел, бог бы славил, авраама, во всем. То есть, экономически, ему ничего, не было, нехватки, у него была брака, во всем, материальном, духовном. Ваеймер, авраам, сказал авраамы, лавды, рабу, сканбейсы, старшему его дома, хамейшил бы хол, ашалей, который властвует во всем, что у него. Симно йод, хатахас, и рейхи, положи твою руку под мое бедро. Машбяху, я тебя заклину, бадиной богом, алей ашумаим, богом неба, вели орыц, и богом земли, ашалей, и сиках, еще ливни, что ты не возьмешь жену моему сыну, мебней с окнани, и дочерей к нанне, ашалейхи, ей еще бы кирбыш, я сижу, проживаюся внутри него. Ки только арцин в моей стране, в эмиранты, к моей родине, он имеет в виду к моим родственникам, ты лех падешь, в лаках, то еще возьмешь жену, ливни моему сыну, ицкок, ицкок. Чем он поклялся? То есть, надо клянуться свитком Торы, твилином, и тогда не было, так и заповедью, заповедью об Рязани. Интересно, Тор этот пишет столько цитулов на Элиэзера, его раб, старший в его доме, а Мошил властвует, что у него. Мошил, значит, полный владыка, властвует во всем, что у него. Поклянись, что-то Тора подчеркивает. Папа зацал, говорил обычно так, что вопрос, какое наше отношение к материальному и какое к духовному. Мы должны учиться Авраама. Авраама Элиэзер был, имел полное доверие. Старший на доме, властвует во всем, что у него. То есть, он мог, я не знаю, продать в поле, купить в поле, сделать так, сделать так. Полный хозяин. А в духовных вопросах, жену для сына, тут уже недостаточно доверия. Поклянись. Рассказывает, может быть, это было с рабовисоком из Бадычева, зацал. Он как-то попал в какое-то место, незнакомое. Ему подходит один еврей, увидел, богообразный человек с бородой, так уважаемый. Скажите, а может быть, вы что, шойхату? Он говорит, да. Что, тот был мясником. Ему нужно было, чтобы кто-то зарезал. Ну, шойхату платят. Допустим, я не знаю, сколько тогда платили, допустим, платили за шойхату, за телку, за зеленку, рубль, а он хотел заплатить 75 копеек. Я все имею в виду в те годы. Допустим. Говорит, хорошо. А у меня есть к вам встречная просьба. У меня в дороге закончились деньги. Можете ли вы мне одолжить два с половиной рубля? Послушайте, уважаемый, я вас встречаю в первый раз. Как я могу вам доверить? Говорит, послушай, что ты сам говоришь. Два с половиной рубля подоверить, что максимум, что будет, деньги будут потянуты, что? Ты не можешь мне доверить. А доверить мне, чтобы я резал теленка, а ты меня видишь впервые. А может, я действительно не умею, а может, недостаточно хорошо. И тогда получится, что сотни людей будут есть некошерное мясо. Это в твоих глазах легко мне доверить. А два с половиной рубля ты не можешь доверить. Это было отношение того еврея. Понятно, что он не резал, это просто он хотел ему показать отношения. А Авраама было как раз наоборот. В материальном вопросах полное доверие, а в духовном нет. Нам надо понять, а почему таки? Авраам хотел девушку именно из своей семьи. Почему? Почему? Как мы знаем из дальнейшего, Авраам пришел к вере в единого Бога, а его брат Нахор продолжал служить этому, как их папа служил идолом царах, Птуэл. Так в доме у Птуэла были идолы, как говорят на русском, хрен рецкие не слаще. Эти служили идолом, хананяне, и семья Авраама тоже служили идолом. Так на месте хотя бы Авраам мог бы сам выяснить об этой девушке, кто она, как. Он, Сара, а тут Сара уже умерла, Авраама мог выяснить. А тут он не все, для Авраама, по-видимому, было трудно ехать в эти годы. Так он должен был полагаться на леса. Так почему он это сделал? Почему он искал именно и своей семье? Приблизительно этот вопрос задает рабину Нисим в дрошот Гаран кажется мне пятая дроша. И он отвечает так, что есть разные качества. Есть качества натуры, которые врожденные, задатки. Понятно, выбор у каждого из нас есть. Эти задатки можно и надо развивать. Но есть определенные качества натуры задатки положительные или наоборот отрицательные. Как рабин Нисим говорит об этом, что они передаются в наследство. Они естественные и передаются в наследство. Это доброта или противоположные этому. Или, например, человек быстро сердится, мстительность и другие качества. Есть положительные качества, есть отрицательные. И вот эти врожденные задатки переходят в наследство. Ему было очень важно, чтобы жена Авраама, жена своей, его сына Исхолка имела хорошие качества. А он знал, что в его семье есть хорошие, положительные, добрые качества. Есть доброта. И это очень важно. Доброта. Хорошие задатки. Эти хорошие задатки можно и надо развивать. Но это очень важно. И поэтому Аврааму было так важно взять жену для сына Исхолка именно и своей семье. И поэтому он послал Эзера в Харан и он поэтому был вынужден на него повреждать. Взгляды очень важны. Но это можно научиться. Можно и надо научиться. А вот качества характера, добрые качества, когда есть хорошие задатки, они очень важны. Послушайте, знаете что? раньше прочитаем главу и увидим доброту, которая была у Ривки. Разберем. Прошлую главу мы разбирали доброту Авраама. Правильно? Хасад Авраама. Эта глава это Хасад Ривки. Это центральная тема главы. Разберем и вернемся к вашему вопросу. сказал ему раб Авраам. может быть та женщина не захочет идти за мной в эту землю? И очень очень в заберем его отцом чтобы я вернул сына в землю откуда ты вышел? Вернуть его или нет? Во имя Рейхом Авраам сказал ему Авраам и Шом Реху остерегайся как бы ты не вернул моего сына туда остерегайся этого нет Раша интересно подчеркивает остерегайся не вернуть моего сына а вот внуку якому придется туда вернуться чтобы жениться как потом было АДИНОЙ РАИ АШОМАЙМ БОГ БОГ НЕБА АШЕР КОХАНИМИ БАЙСОВИЮ МЕРЦ МИРАДАТИ КАТОРЫ ВЗЯУ МЕНЯ ИЗДОМ ОТЦА ИЗ ЗЕМЛИ РОДИНЫ ВАШЕДИБАЛИ ЧТО ГОВОРИЛ КАМНЕ ВАШЕН НИЖБАЛИ РИМАР КАТОР ПАКЛАЛС УМНЕ ГОВОРИЛ РАЗАРАХО ЭТИНЕ СОРАТА ЗЕЙС ВСЕМУ ПОТОМСТВУ ИАДАМ ЭТО ЗЕМЛЮ УИШЛАХ МАРОХИ РФОНЕХО ОМ ПОШЛЁТ СВОЮ ПОСЛАННИКА ПЕРЕД ТАБОЙ ВАКАХТО ИШО ЛИВНИМ ИШОМ ТЫ ВЗМЮ ЖЕНУ МАЙМУ СЫНА ОТТУДА БОГ ТЕС БОГ ПОМОЖЕТ БИМРОИ СЕЙВЕО ИШО РОРЕХА САХАРЕХО АЕСЛИ ЖЕНЩИНА НЕ ЗАХОЧЕТ ИТИ ЗА ТАБОЙ ВАНИКИСОМ ИШВО АСИ ЗЕЙС ТЫ БУЮТ ЧИСТА ТАТЫ КЛЯТВЫ РАК ЭЗМНИ ГЫЙ СОШИ ПШОМА ТОЕС ВЗЬМЁМ ИЗ ДРУГИХ БЛИЖЕ РАК ТОЛЬКЕ ЗМНИ МАЙГО СЫНА ГЫЙ СОШИ ПШОМА НЕ ВЗВУЩАЙ ТУДА ВАЙОСА МОЕ ВЕТЕ СЮДЫ ПОЛОЖУ РАБ СУЮ РУКУ ТАХОС ЕРАХ АВРААМ АДЫЙНОВ ПОД БЕДРО АВРААМА ИГО ГОСПОДИНА ВАЙЩОВАЙ ПОКЛЯЛСЯ ЕМУ АЛАДОВА РАЗЕ НА ЭТА ВАЙКАХ ОЭВЕТ ВЗЯЛ РАБ АСОРОК МАЛИМ ДЕСЯТЬ ВЕРБЛЮДАВ МИГМАГЫ АДЫЙНОВ ИЗ ВЕРБЛЮДАВ ЕГО ГОСПОДИНА ГОСПОДИНА ВАЙЕГО ПШОЛ ВСЁ ДОБРО ЕГО ГОСПОДИНА В ЕГО РУКЕ КАК МОЖНО ВСЁ ДОБРО ВЗЯТЬ СОБОЙ РАШИ ГОВОРИТ ЧТО БЫЛ ДОКУМЕНТ ГДЕ АВРАМ НАПИСАЛ ЧТО ВСЁ СВОЕ ИМУЩЕСТВА ОН ПЕРЕДАЮ СВОЕМУ СЫНУ НИЦКОГО ДОКУМЕНТ МОЖНО СОБОЙ ВЗЯТЬ ВАЙОКОМ ВСТАЛ ПОШОЛ АРАМ НА РАЙМ БАРАМ МЕЖДУ РЕКОМИ ГОРДУ НАХОРА БАЯВРЫ ХАК МАЛИМ ПОЛОЖИЛ ВЕРБЛЮДА В МІХУ ЦВА ИР ВНИ ГОРОДА ЭЛ БЕЙР АМОИМ КОЛОДЦЕ ВВАДЫ РАИС ЭРОФ КА ВРЕМЕНИ ВЕЧЕРА РАИС ТИСАШИА ВЕС КА ВРЕМЕНИ КАДА ВЫХОДИТ ЧЕРПАЬЩИЦЫ ВАЙМАР он сказал О, АТЕПЕР ОМ БОЛИТСЯ БОГУ Когда человек идет делать что-то ответственное, надо молиться. То, что Элеза сделал. Один мой Бог. Элэхэй адыни Авром. Бог моего господина Авраама. Хакры ного фоне аим. Сделай мне встречу передо мной сегодня. Баасэй хэсэд делай добро им адыни Авром. С моим господином Авраамом. И нэй вот, нэй хэниц. Я стою, а вы на моем. У колодца воды. А дочери жителей города, людей города, яйцы выходят, решили в моем, чипать воду. Когда-то не было кранов водопроводных, как сейчас. Я еще помню, что в Казани была колонка, и там брали воду. А тогда брали скалботца. Бояна Ро. Была девушка. А что имя я скажу ей. А ты нахады хвэээште. Накрани твои ковшины, я буду пить. Вомра, она скажет, шты, пей. Бэгэг малэху ашке. И твоих фрэблюдов я тоже напаю. Вомра. Бээйсо эхахта. Ё, ты выбрал. Лаб дыхал Йицхак. Твоему рабу Йицхаку. Уво Эйда. И через нее я буду знать. Кио си со хэсэ дэй мадыни. Что ты сделал добро с моим господином. Значит, вы видите, в чем он идет ее проверять. В качестве доброты. Это очень важная проверка невесты. Качество доброты. Хорошая мама. Добрая жена. Добрая мама. Гестеприимная женщина. Ваи было у терем кио гадабар. Он еще не кончил говорить. Войны, вот Ривко Йицис. Ривко выход. Аша юлдоли в суэл. Была рождена у в суэл. Бэн милко, сын милко. Эйшес нохар. Жена нохара. Ахи авром. Брата аврома. Вехаду. Купшину я олсихмо на плече. Что подчеркивается дочка милки. Ну, там была служанка Рума и была жена милка. Можно сказать, подчеркивает жена основной, основной, сын основной жены нахара. Но мне кажется, что тут подчеркивается другая сторона. Милка, как известно, она была же родственницей Абраама А с другой стороны, она была дочка третьего брата Абраама, Арана. Было три брата. Абраам, Нахар и Аран. Так Абраам и Нахар оба женились на дочках третьего брата Арана. Жена Абраама была низка, она же Сара, дочка Арана. А жена Нахара была милка, дочка Арана. Это вы знаете, как приводится, что Аран отдал свою жизнь на освящение имени Бога. Вы знаете. Как это было? Знаете, как это было? Нимрод позвал Абраама, как говорят, на ковер и сказал, послушай, либо в конце долгой беседы он сказал, послушай, либо ты кланешься моему идолу, либо я тебя бросаю в огонь. Абраам сказал, я кланяться идолу не буду, что бы то ни было. Подошли, подошли и спросили Арана. А ты с кем? Ты с Абраамом, твоим братом или с неуродом, владыкой? Он говорит, я должен подумать. Что значит, я должен подумать? Он хотел посмотреть, что произойдет с Абраамом. Если Абраам выйдет живым, то я с ним. А если нет, то я буду с ним рядом. Ну, Абраам вышел живым. Он сказал, я с Абраамом. Его бросили в огонь, и он погиб. Но то, говорят то, что он отдал жизнь для освящения имени Бога, не на уровне Абраама, но отдал жизнь. Тоже не прошло даром. Все матери еврейского народа происходят от Арана. Сара, дочка Арана. Ривка, она дочка Псуэла, который сын Милки, дочери Арана. И затем Лея и Рахель, они дочки Лавана, который сын Псуэла, который был внуком Арана. Это даром не прошло. И возможно, что то, что были у нее такие хорошие качества, это то, что они были из семьи Абраама. И папа, и мама. И Нахор, и Милка. Очень красивая девушка. Псула девушка. Вошла и до. Мужчина ее не знал. Ватера Дуайна спустилась к источнику. Ватмали Хадо наполнила свой кувшин. Ватола поднялась. Побежал раб ей навстречу. Ватер сказал Агминино, дай мне, пожалуйста, мы отмаем Микадых. Немножко воды из твоего кувшина. Ватер им рассказал, что это не. Пей, господин мой. Ватмайер поторопилась. Ватер от Кадо Алгьода спустила свою кувшин на ее руку. Ваташки ее напоила. Ватхаула Ашкесе кончила поить его. Ватемер сказала. Гамлигмалеху эшов. Твоим верблюдом я начерпаю. Адым киоли штес. Пока кончат пить. Видите? Хесед Ривки повторяет Хесед Авраама. Что написано Авраама? Он поторопился. Как написано у Ривки. Ватмайер. То же выражение. Только в женском роде. Поторопилась. Ватмайер поторопилась. Еще раз Ватмайер поторопилась. Быстро. Хесед надо делать энергично. Ватар Кадо. Вылила кувшин на шейки. Шейки с места для питья верблюдов. Ватаро Цейд побежала еще Элаб-Эр. Колодцу лишив черпать. Батышев начерпал. Хогмало для всех верблюдов. Вы знаете, что такое? Сколько верблюд пьет? Пробовали им давать свое блюдо пить? Я не пробовал. Но говорят, что довольно много. Он же выходит в далекой дороге. И он держит в своем теле много жидкости. Задает вопрос. А почему? Элиэза проверил рывку тем, что он ее попросит. И она скажет не только тебе, я дам пить, я дам верблюдам. Почему именно так? Почему недостаточно? Пожалуйста, пей. Ну, во-первых, когда человек что-то просит, очень многие люди не отказывают. Поэтому это еще не показывает о доброте. А когда человек делает больше, это говорит о доброте. И вообще, вы знаете, есть люди добрые, а есть люди очень мягкие, которые не привыкли говорить нет. Так иди знай, если она дает то, что я ее прошу. Это потому, что она добрая, или потому, что она очень мягкая. А вот если она предлагает больше, чем ее просит, это говорит о доброте. И мы видим точно повторение, как Авраама побежала, поторопилась. Я слышал интересное замечание. Вы знаете, есть люди, которые делают добро, но для них очень важно, чтобы это стало известно. Вот он добрый человек, вот он помог тому, он помог тому. У Ривки, то есть им важно, чтобы люди об этом почетны. У Ривки мы видим, что это был хесед для хеседа, чистый хесед. Без рекламы, без выгоды, без ничего. Скажите, с кем она сделала это добро? Спутником, который сегодня пришел. И, по-видимому, завтра уйдет. Ну, в Торе, как раз вот этот хесед и записали. Есть интересные раши. Тут написано, что он стоял у колодца. И он увидел, только он закончил говорить, она приблизилась. И написано, что раб побежал ей навстречу. Непонятно, он же стоит у колодца, что ему бежать навстречу. Раши говорит, что воды вышли ей навстречу, поднялись. То есть она еще не дошла до колодца, она еще не была у колодца. Воды поднялись ей навстречу. Задают вопрос. Как Раши говорит, воды поднялись ей навстречу. Значит, Бог делает с ней чудеса. Ну, если Бог делает с ней чудеса, зачем ее проверять? Она особый человек, достойный. Говорят на это, кажется, ты меня раб шаха зацал. Она цадыка, хорошо. Бог делает с ней чудеса, замечательно. Но мне нужна добрая жена и добрая мама. Что она цадыка. И Бог делает с ней чудеса, это хорошо. Но мне нужна хорошая жена, добрая жена и добрая мама. Человек удивляется ей. Махриш, он молчит. Надо знать. Хаиц ли я хайной дарке им гай? Бог послал ему удачу в его дороге или нет? Он не знает еще, она из семьи Авраама или нет? Он ничего не знает. Он знает только, что она добрая. Он дал ей украшения. И все. А нет, секундочку, он украшения ей еще не дал. Он удивляется пока. А ей было каша, кило, агмалим листейс. Окончили верблюды пить. То есть они пришли с дороги. Утолили свою жажду. А ей, как ой, взял человек Незем Зов. Золотое украшение. Слово Незем второе. Есть Незем украшение на уши Сергия. А есть украшение на уши. Как это выглядело, я даже, честно, не знаю. Но украшение, прошу прощения, есть на уши Сергия, на уши. А есть на нос. Незем Зов. А тут было как раз на нос. Золотой Незем. Беками школы. Пол шекелы его вес. Ушныц мидин. Ва браслетал ее дел на ее руке. А соро зоовми школам. Десять золотых монет их вес. Знаешь, что говорит, что это намек. Пол шекела это намек. Как евреи давали каждый пол шекела. А два браслета, которые десять золотых монет, это намек на две скрижали, в которых есть всего десять заповедей. В этих двух скрижалях. Интересно. Говорят, тут обращают внимание. Смотрите. Говорят же так. Что первые пять заповедей. Первые из них это между Богом и человеком. А вторые, там, первые между Богом и человеком. Я твой Бог. Не служи идолам. Соблюдай субботу. Не клянись напрасно. А вторые, между одним евреем и другим. Не убивай, не бери жена другого, не желай дома другого и так далее. Но эти обе скрижали взаимосвязаны. А одно зависит от другого, и одно дополняет другого. Не может быть человек, не может быть еврей на высоком уровне. Митцвод перед Богом, не имея, не будучи на высоком уровне митцвод относительно других евреев. И наоборот. То, кто действительно на высоком уровне к другим евреям, так он на высоком уровне относительно Бога. Смотрите. Мы встречаем в жизни иногда кто-то в этом что-то делает, а другую сторону не делает. Встречаем и в ту сторону, и в другую. Но это больше как привычка. Он делает стандартно, по традиции, по привычке. Но если кто-то действительно верен Торе, он находится на высоком уровне в обоих сторонах. Хофицхайм, которая была известна между одним евреями и другим, запретала Шонара, А вас хотят делать добро и так далее. Он был на высочайшем уровне относительно и Бога. И наоборот. Эти две скрижали взаимосвязанно. Во имя сказал Басмиад. Дочь Кабуты. Видите? Он полагался настолько на свою молитву, то, что Бог услышал его молитву, что он дал ей это украшение до вопроса. А потом он спросил, во имя Басмиад, чья ты дочка? А где ты ноли? Сообщи мне, а есть бы и савих, маким гону голин. Есть и в доме твоего отца место для нас переночевать. Голин переночевать одну ночь. А она отвечает по порядку. Ватымир Илов сказал ему, ба, псу его, нехи, я дочка псу его. Бе, милка, с ним милка, а ше, елда, родила, гонока. А на второй вопрос она ответила, Ватымир Илов сказал ему, гам тэбэн, гам миспэ и салома, еду для верблюдов, рав и моно, у нас много, много у нас, гам маким ла лун, также место ночевать много ночей. Ваики, то есть человек поклонился, ваиштаху родиной, поклонился перед Богом. Тут пока мы видим, что мы говорили сейчас про добро хэсадривки, но мы видим, что и в доме ее родителей был открытый дом. Когда девочка может сказать, у нас есть место переночевать, и есть салома, и она была без родителей, видно, что это с полного полномочия родителей, видно, что у нее был открытый дом, так видно, что у нее была доброта. то, что он обманывал и любил деньги. Я скажу вам, есть хорошие евреи, которые соблюдают много заповедей и любят деньги. Поверьте мне по секрету, что есть такие евреи. Другое дело, что если они действительно верны Тору, и обманывать они не будут. А у Абхана Тора не было. Деньги – это факт. А нельзя обманывать или нет, это уже, это уже, как говорится, тема для обсуждения. А деньги – это же факт. Это был его подход к жизни. Так Авраам поклонился Богу, а Емя сказал, Борух Адыни, Бухгаласховен Бог, Эй, Адыни, Авраам, Бог моего господина Авраама, Ашалиоза вхазе вамите мим Адыни, который не оставил свое добро и правду от моего господина. Он их и я, Баддерых. Есть Бэддерых, а есть Баддерых. Знаете разницу? На Гашона Кодыш есть определенный артикль ХИ. Есть Шулхан, а есть Ашулхан. Есть Дэрых, а есть Аддерых, определенная дорога. Так Бэддерых просто в дороге. Баддерых с Патахом в определенной дороге, в нужной дороге. Но Ханя Адыной Бог меня вел, Бейся Хэй Адыни. В доме брата моего господина. Видите, он благодарит Бога, что Бог ему послал удачу на дороге, что как раз он встретил ее. Тора уделяет поиске невесты для Исхока большую часть головы. И видно, что центральное качество у невесты это доброта. И как Рабина Несима говорит, что врожденные качества очень важны. Задатки. Понятно, что человек, какими бы качествами он не родился, он может над ними работать и менять. но когда ищут невесту, ищут с хорошими задатками. И кто получил хорошие задатки от рождения, должен благодарить Бога. А вообще, в еврейском народе доброта и качество Авраама вошли. Это интересное явление, что несмотря на десятки лет отрыва от Торы, моральные качества у многих остались. Это, можно сказать, от прошлых поколений, от воспитания прошлого, соблюдение заповедей у многих забылось. А вот доброта, качеств, справедливость, честность и так далее у многих остались. И когда человек имеет эти задатки, эти задатки, он должен быть благодарен Богу. И благодарен своим родителям, которые вложили это в него. И это помогает в дальнейшем в его духовном росте. А дальше, над чем расти и куда расти, каждому из нас есть много над чем работать. Но надо видеть и над чем работать, и надо видеть положительные качества у себя. Впрочем, неделю назад ушла его супруга, Рапшима Вольба. Она тетя моей жены. Рапшима Вольба был одним из важнейших, которые обучали мусар. Да. И она, его супруга неделю назад ушла из этого мира. Я был на похоронах, она тетя моей жены. А Рапшима Вольба дядя. Так он пишет так. Кто не знает, над чем работать, кто не знает свои недостатки, он не знает, над чем работать. А кто не знает свои положительные качества, он не знает орудия труда. Мы должны знать свои достоинства и иметь, пользоваться этим. И это, это можно видеть в нашем обществе, что даже, даже если был такой долгий отрыв от Торы и заповедей Торы, но, слава Богу, добрые моральные качества, честность, справедливость, добро у многих, многих осталось. И это те добрые качества, которые надо использовать в дальнейшей работе. Написано, как потом Ильинзер взял рифку, как они дали, ее родители проводили, дали ей богословление, и, как он привел ее в дом Абрама, и написано, как Ицок привел ее в свою палатку, старой его мамы, он взял рифку, ваевео ицоку эйла, последнее предложение этого кусочка, ваевео ицоку эйла, привел Ицок в свою палатку, старой имей, она похожа на старую ее маму, ваиго, с рифку, взял рифку, ватилу, и еще стал его женой, ваевео, он ее любил, полюбил, и ваенохом ицоку, ицоку тешился, о Хареимеи, после своей мамы. После смерти мамы, он уцешился своей жене, рифки. Тут мы останавливаемся.